АЛМАЗНЫЙ ПРОВИНЦИИ АЛМАЗНЫЙ ПРОВИНЦИИ В Ленске участие приняло 20 команд. В этом году организаторы усложнили полосу препятствий новыми этапами и специнвентарем. И хотя больше внимания уделялось развлекательным моментам, иметь хотя бы базовую физическую подготовку просто необходимо. По суммарному времени прохождения соревновательных этапов лидером соревнований стала дружеская команда ВАУ. В мирном участие в мероприятии приняло 24 команды, почти со всех подразделений «Алмазной компании», в том числе представители Ленска и Айхала. Третье место занял Нюрбинский комбинат. Второе место досталось команде Батуобинской георазведочной экспедиции. Победителями же стали представители культурно-спортивного комплекса. В Айхале прошел районный турнир по настольному теннису. В соревнованиях участвовали спортсмены из Мирного, Чернышевского, Айхала, Удачного и Орлаха. 36 спортсменов померялись с силой и ловкостью отбивать мяч и лихо закручивать подачи в этой удивительной игре. Среди участников были как титулованные спортсмены, так и просто любители настольного тенниса. Победителями в командном зачете стали спортсмены из Мирного, на втором месте айхальцы, третьими стали гости из Орлаха. 17 медалей завоевали дзюдоисты Айхала на республиканских соревнованиях. 11 юных спортсменов успешно выступили на открытом турнире «Славутич» и в первенстве республики по дзюдо. Нарея Сивцева узнала, как готовят и в каких условиях тренируют чемпионов и призеров. Виктории Кулеш 11 лет. Дзюдо занимается всего 5 месяцев, однако юная спортсменка уже призер районных и республиканских соревнований. Главное достижение – победа на республиканском турнире «Славутич». Боевому духу Виктории может позавидовать каждый. Было тяжело, конечно, бороться, но я преодолела все усилия и смогла победить. Я хочу дальше соревноваться, побеждать и даже если я проиграю, я не буду отчаиваться, потому что, чтобы выигрывать, нужно и уметь проиграть. А Горза и Бадов осваивает древнее боевое искусство четвертый год. В копилке у молодого дзюдоиста более 20 медалей разного достоинства. На первенстве республики и на турнире «Славутич» А Горза завоевал две серебряные медали. Каждую победу посвящает тренеру. Я пробовал выигрывать, но у меня не получалось вначале. Но потом мне Степан Степанович сказал, что по чуть-чуть у тебя все будет вырабатываться и ты будешь выигрывать. И вот он прав, я выиграю. Тренирует чемпионов и призеров Степан Кельзин. Преподаватель в высшей категории. В 17 лет работает с детьми. Каждому спортсмену у тренера особый подход. Раскрыть потенциал удается у каждого ученика. Вот и в этот раз 11 воспитанников тренера привезли с республиканских соревнований 17 медалей. Секрет успеха прост. Физическая подготовка и самое главное – желание. Открытый турнир. Там присутствовали Монголия, Приморский край, Хабаровский край и Бурятия. Вы представляете, было 326 участников. Наглядный, наверное, пример старания ребенка, что если не пропускают, вот они занимаются ни одной тренировки в течение года, ходят, каждый день тренируются. Пять раз в неделю. Для любого спортсмена самое главное – соревновательный опыт. Поездки ребят на состязания спонсируют культурно-спортивный комплекс, комитет по физической культуре и спорту Мирненского района и поселковая администрация. Сегодня юные спортсмены готовятся к новым победам. Впереди у дзюдоистов «Спартакеада России» и межрегиональный турнир. Нарея Сивцева, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край». Итоги ледовых баталий подведены. Впервые в этом году в «Удачном» прошло открытое первенство по хоккею с шайбой среди цехов Удачнинского горнообогатительного комбината. В соревнованиях приняли участие три команды от автобазы технологического транспорта номер 3, ремонтно-специализированного цеха, подземного рудника «Удачный» и сборная Айхальского горнообогатительного комбината. Больше двух месяцев удачницы и айхальцы наблюдали за красивой игрой своих спортсменов. Финальный сигнал и долгожданная церемония награждения. Лучший воротарь, защитник и бомбардир получили ценные призы от правкома и руководства Удачнинского комбината. А лучший нападающий ушел домой с оленем. С настоящим, живым оленем. Этот подарок вручил глава Оленёкского эвенкийского национального улуса. Теперь перед беднягой стоит выбор – оставить подарок в стадии для дальнейшего размножения или отправить на убой. Я в шоке, что у нас рядом в Удачном хоккей такого высшего уровня. И все действительно по-настоящему. Поэтому для нас это знак, куда нам стремиться, к чему нам идти. Промышленность к нам заходит и наши друзья Удачинский ГОК во всем для нас пример. Конечно же, я не смог остаться равнодушным к такой игре. И поэтому по своей счастью мы приняли такое решение. Лучшему нападающему, лучшему игроку этого турнира мы дарим нашего оленя. Напомним, игры проходили как в Удачном, так и в Айхале. Самые зрелищные – финальные. Болельщики увидели на ледовой арене «Снежинка». За третье место на льду боролись Айхальцы и команда ремонтно-специализированного цеха из Удачного. В первом периоде гости легко справились с игроками противника. Счет 4-0. Такого болельщики не видели уже давно. В конце второго периода удачницы стремительно пошли в атаку. Они не могли позволить Айхальцам выиграть. И все же в напряженной борьбе по итогам встречи счет 6-5 в пользу соседей. В чем же секрет такой нелегкой победы? Сегодня такая первая победа в этом турнире. Спасибо, конечно, огромное организаторам за то, что вы нас пригласили. Конечно, нам еще многому надо научиться, подтянуться. Молодежь подрастает. Я думаю, какое-то будущее есть, если мы будем продолжать заниматься, поддерживать хоккей. Значит, он будет развиваться и в Айхале, и в удачном, уже получше, в Мирном. В целом на территории Мирнского района, в Якутии. И все же по количеству забитых шайб гостям турнира немного не хватило до победы. Ремонтники в буквальном смысле слова вырвали третье место у айхальцев. Для этого проходил турнир по хоккейу в 23 февраля. Здесь после этого было принято коллегиальное решение. Это совместно КСК, горно-обогатительный комбинат, администрация, профсоюзный комитет. Решили провести такое большое соревнание, которое уже почти два месяца у нас интрига в городе. И вот к нам присоединился еще Айхальский ГОК, наши соседи, с которыми мы игры проходили как здесь у нас в Удачном, так и на Айхальской площадке. Мы все с интересом наблюдали, очень много дискуссий в городе у нас, видите, болельщики болеют. А это финал. Автомобилисты и горники вышли на лёд. Кто станет обладателем Кубка Победителя? В первом периоде горники сразу же настойчиво начали атаковать ворота противника. Спортсмены автобазы до последних секунд сдерживали натиск. Восемь забитых шайб в ворота автомобилистов и две в ворота подземчиков. Турнир как бы очень замечательный. Он проводится у нас впервые между цехами. Все команды равны. В принципе, соперники все сильные. Айхал сегодня у нас была игра за третье-четвертое место. Показали себя достойно. Ну, автобаза довольно-таки как новички у нас. Они показывают очень хорошие результаты. То есть, благодаря руководству, приобретению инвентаря спортивного, хоккейной формы, коньков и так далее. То есть, ну, как бы соперники хорошие. Все команды равны, особенно автобаза. То есть, все играют на равных. Везде хорошие игроки. Думаю, хоккей такая вещь, что нельзя расслабляться. Надо играть до конца всем. Все участники соревнований получили памятные сувениры и медали. А победителям вручили специальные призы от профсоюза «Профалмаз». Ирина Балкова, Руслан Фаткулин, Александр Дамантович, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Не качки, а силачи. В пауэрлифтинге важны силовые показатели, а не красота тела. Это доказывают участники ежегодного турнира по силовому троеборью «Ленский богатырь». Все они соревновались за звание сильнейшего в четырех весовых категориях. Что нужно для победы и кто забрал главные призы. Расскажем в сюжете далее. Жим от груди, становая тяга и приседания со штангой. Три базовых упражнения для тех, кто хочет иметь недюжинную силу и красивый рельеф тела. Но пауэрлифтинг, как вид спорта, кардинально отличается от простых тренировок в тренажерном зале. А спортсмена судят не по физически развитому телосложению и размеру, а по цифрам и технике. Попробовать себя может каждый. Пауэрлифтинг – это спорт, который действительно доступен каждому. Все, что тебе надо – это кеды для тренировки, шорты, футболка. Все. Больше от тебя не требуется ничего. Сила есть в каждом. Просто ее надо в себе раскрыть. Раскрывают силу в долгих тренировках и четком следовании спортивному режиму. Сюда на соревнования приходят подготовленными. Без понимания техники к штанге не пустят, чревато серьезными травмами. Да и вес, который заказывает каждый спортсмен на очередной подход, подбирается обдуманно. Мне кажется, каждый мужчина должен, может, не поднимать там самые огромные веса, но в какой-то степени владеть своим весом и поднимать уже более-менее такие веса нормальные. Мне нравится больше всего присед, он хорошо получается, ну и он как бы развивает хорошую часть тела, такие ноги. И ноги – это очень важно для всех видов спорта. Максимальный вес в любом из трех упражнений троеборья для каждого свой, но кому-то и 200 килограммов мало, как, например, богатырю со стажем Андрею Иванскому. В абсолютном первенстве он лидирует все последние годы, но не всегда остается довольным результатом. Сжим мне, допустим, хоть убей, не дается никак. Есть свои хитрости, тонкости, не могу пересилить. Вот рубеж 160 килограмм, вот как встал, так бесполезно. А вот в приседе, да, я могу наращивать, я в становой тяге. Ноги сильные, можно хоть землю пахать. Приседание со штанга – любимое упражнение не только опытных спортсменов, но и новичков. По технике достаточно сложное. Судья фиксирует зачет по определенной глубине приседа правильному положению коленей. В зависимости от весовой категории вес штанги составлял от 70 до 255 килограммов. В становой тяге еще больше. Спортсмены поднимали от 130 до 260 килограммов. Они едва умещались на грифе штанги. Потенциал у некоторых ребят здесь очень хороший. Например, Островский Алексей показывает достаточно неплохие результаты. Я думаю, в перспективе он может поднимать еще больше, выполняться на разрядные нормативы. Почему нет? Иванский Андрей сегодня хорошо тоже выступает. Я думаю, что ему тоже стоит задуматься, например, куда-нибудь съездить, выступить и выполнить какой-нибудь разрядный норматив. Именно эти спортсмены вскоре поедут представлять Ленск на соревнованиях в столицу Алмазного края. Их победы в своих весовых категориях – лучшая заявка на соперничество с мирнинскими спортсменами. В более легких весовых категориях в Ленске первые места завоевали Дмитрий Вильчевский и Афанасий Уаров. Последний стал победителем и в народном жиме. А в мирном силачам за победу давали последние модели айфонов. Такие щедрые подарки разыграли пауэрлифтеры в рамках открытого первенства. В нем приняли участие спортсмены из Мирнинского и Ленского районов. За состязаниями силачей следила Анна Винокурова. Вот так, без особых усилий, спортсмены поднимают штангу с весом в несколько раз тяжелее своего собственного. Пятый открытый турнир по пауэрлифтингу собрал силачей из Мирного, Айхала, Светлого, Удачного и Ленска. Тяжеловесы и легковесы отягали железо по системе классического жима. Классический жим уже подразумевает без экипировки. Есть еще с экипировкой жим – это одевается майка и выполняются упражнения. Классический жим – это без всего. Если для зрителей необычно видеть, как девушки поднимают штангу наравне с мужчинами, то для самих пауэрлифтеров это давно не новость. В зале они принимают спортсменов за равных. Но вообще поддерживают в принципе в зале. Ну и здесь, конечно же, помогают. Сначала просто захотелось пойти в зал, чтобы держать свою фигуру в хорошем. В хорошей форме. Но потом как-то втянулось. Предложили сначала поучаствовать в городских соревнованиях. Потом съездили в Айхал. И как-то втянулось, заинтересовалось. Захотелось чего-то большего. Мирнинские пауэрлифтеры могут дать фору сильнейшим спортсменам республики. Победители открытого первенства «Алмазного края» в очередной раз докажут это на чемпионате Якутии, который состоится в июне в городе Якутске. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Футбольный сезон на открытом воздухе в Удачном начинается турниром «Кожаный мяч». Когда растает снег, не ждут. В этом заключается вся зрелищность соревнований. Турнир для дворовых команд проводится уже в третий раз. Идейным вдохновителем и организатором стал правком Удачнинского горно-обогатительного комбината. С каждым годом желающих принять участие в соревнованиях становится все большим. В этом году заявки подали шесть команд. Наши коллеги наблюдали за футболом на снегу. Погода спорту не помеха. Так считают те, кто подарил болельщикам красивый мужской футбол. Не важно, что минусовая температура и обильный снегопад. Главное – воля к победе в своем любимом виде спорта и поддержка болельщиков. Немного погода подвела в этот раз обычную. У нас солнечная погода радует. Я думаю, это не помеха настоящим ценителям футбола. Все в одинаковых условиях. Принять участие в турнире мог любой желающий. Прийти поучаствовать может каждый желающий без привязки к предприятию. Команда собирается по интересам. Сегодня у нас есть команда хоккеистов. Принимала участие команда людей, которые увлекаются восточными единоборствами, просто единоборствами. Футболисты, соответственно, принимают участие. То есть все те, кому интересен футбол. Турнир проходил на высоком уровне. В первые минуты, казалось, все команды равные. Однако после первых двух игр стало очевидно, уверенно лидирует молодежка. Сегодня что-то прохладно, если по погоде. А так очень неплохо. Шесть команд, я думаю, это хватает на сегодняшний день. Ну и все довольно быстро, зрелищно проходит. Жаль, что не забивает много, а так вполне. Азарт и профессионализм – главное, что присутствовало в каждой команде. В один из моментов игрок даже не заметил стоящего за периметром видеооператора и сбил его в буквальном смысле слова с ног. К счастью, все обошлось без травм и неприятностей. А вот что говорят о соревнованиях сами игроки-болельщики. Организаторы постарались, и все на высшем уровне, так сказать. Как вы сегодня играете? Да, вот нормально. С первым местом с группой вышли. Ждем соперника здесь в полуфинале. То есть на первое место вы уже не претендуете? Нет, претендуем. Ну вот сейчас в полуфинале как сыграем, там либо в финале будем, либо за третье место. Ну в финал хотим пройти, конечно. Как ты оцениваешь силы своего противника? Ну еще соперник неизвестен, вот играют же еще. Ну молодежка вот, сильная очень команда. С ними тяжело будет. По результатам игр победителем турнира стала команда хоккеистов «Строитель». Все спортсмены получили ценные призы и денежные сертификаты от правкома Удачницкого горно-обогатительного комбината и Единоросов. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край». Гонщики северных площадок тестировали свои авто на зимней трассе. В Эхали прошли автомобильные гонки на льду. На стад вышло 19 машин, три из них гости из Удачного. Несколько часов любители автоспорта согревали зрителей жаркими боями на льду. Сотни болельщиков на своих автомобилях, а кто и пешком, пришли посмотреть на захватывающее зрелище. В их числе была и наша съемочная группа, рассказывает Оксана Мизинцева. Лед, мороз и скорость – вот что нужно для настоящего праздника. Попробовать себя в автогонках на льду мог практически каждый желающий. Простая русская «копейка» имела ничуть не меньше шансов на успех, чем суровый немец или заряженный японец. Только настоящие асы вождения не теряли управления на такой дороге. Азартные соревнования собрали 19 участников из Айхала и Удачного. В 8 утра сегодня встали, машину подготовили, сразу сюда приехали на регистрацию. Людей не отпугивает ни погода, ни снег, ни ветер. Людям интересно, первый раз такое. Прийти, поучаствовать, других подтянуть потом на следующий раз, чтобы каждый год так участвовали. Снег, подгоняемый ветром, врезался в лобовые стекла автомобилей, усложняя прохождение без того непростой трассы. Кто-то возвращался на финиш быстро, кто-то исчезал в бескрайнем горизонте. Соревнования провели по нескольким классам. Протяженность трассы для всех автомобилей составила 2 километра 400 метров. Внедорожники проходят с элементами пересеченной местности на берегу. Тоже трасса составляет протяженность 2400 метров. У нас есть ограничения по лимиту времени. Лимит времени легких машин 11 минут, у полноприводных машин 17 минут. Высокая скорость и ледяная пыль из-под колес. Несмотря на плохую погоду, зрители пристально наблюдали за виражами на заснеженных петлях реки Саксолог. Автомобильные гонки, возможно, в будущем станут традиционной забавой айхальцев на льду. Я в будущем тоже хочу поучаствовать. Ребята молодцы. Болеют, держатся, за друг друга болеют. Нравится, очень нравится. Машины все хорошие. Инициатором автогонок на льду выступила местная администрация. Идею поддержали Федерация авто и мотоспорта Мирницкого района и автоклуб «Медведь». Гонки на льду дали старт в Году молодежи в Айхале. Ребята все как-то с желанием выступают. Говорят, что да, развиваться надо, свой клуб организовывать надо. И в дальнейшем добро пожаловать вместе с удачницами, вся северная площадочка, к нам на наши мероприятия, которые будут проводиться в Мирном. Некоторых гонщиков доставали из сугробов и возвращали обратно на трассу. Однако, несмотря на трудности, к финишу пришли все. Призеры первой автомобильной гонки были награждены дипломами, кубками и ценными призами. Победители в каждом классе увезли с собой бочку бензина и подарочный сертификат на техническое обслуживание автомобиля. Вручили призы и за единую форму одежды, за волю к победе и за самый оригинально оформленный автомобиль. Оксана Мизинцева, Александр Дамантович, телеканал «Алмазный край». В Ленске прошла районная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями. Она включила шесть соревновательных видов. В спортивных и интеллектуальных состязаниях выступили представители из Ленска, Артанахара, Натуры и Южной Ньюи. За ходом турнира следил наш корреспондент Дмитрий Вильчевский. Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями собрала в этом году 40 человек. Пока одни состязались в меткости стрельбы из пневматической винтовки, другие демонстрировали свое мастерство на шашечной доске. Участники турнира были люди особенные, но организаторы на этом внимания не заостряли. Соревнования проходили, как у обычных спортсменов. Впервые мы проводим троебори, как один вид наградной он будет, где участник может поучаствовать в стрельбе из пневматической винтовки, в дартс. И штрафной бросок – это баскетбольная корзина. Мы уже проводим не первый раз, поэтому знакомы с участниками. Они очень доброжелательны, с удовольствием приезжают на эти соревнования. Спортсмены подбадривали друг друга и искренне радовались удачным попаданием. Со стороны это даже не походило на турнир, скорее встреча добрых друзей. По словам организаторов, основная цель состязания – не проявление спортивного азарта, а общение между инвалидами и вовлечение их в спортивную жизнь города. Во-первых, и умственное развитие идет. Думают, шахшки, шахматы играют, да все. И в основном развитие людей. Вот бросок мяча в кольцо тоже движение, все это. Пулевая стрельба тоже смотрят, да все. Ну как бы напряженные, переживают и стараются победить. Очень даже, вот спортивные мероприятия, конечно, очень хорошо. Один из участников спартакиады, Алексей Ибрагимов, уже три года занимается баскетболом. В республиканском турнире памяти Александра Сорокина он был в составе юношеской сборной. Никто не остался без подарка. Всех призеров наградили медалями, а участников сертификата. Следующий турнир Комитет по физической культуре и спорту совместно с обществом инвалидов планируют провести уже в июне на открытой площадке стадиона «Алмаз». Там соревновательные виды будут организованы слегка атлетическим уклоном. Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Массрестлинг, хавсагаи, якутские национальные прыжки. Эти виды спорта давно зарекомендовали себя на всероссийском уровне. По некоторым из них уже проводятся чемпионаты мира и международные турниры. О том, какими национальными видами спорта можно заниматься в мирном, расскажет Анна Винокурова. Якутские национальные виды спорта раньше считались неперспективными. Ведь даже самый одаренный спортсмен мог стать лишь чемпионом республики, не более. Сегодня соревнования по борьбе хавсагаи и якутским прыжкам проводятся уже на всероссийском уровне. А в 2014 году впервые прошел чемпионат мира по массрестлингу. В столице Алмазного края у желающих есть возможность заниматься хавсагаем и массрестлингом. В детской и юношеской спортивной школе азвенациональных видов спорта достигают школьники, студенты, а также рабочая молодежь. Наплыв детей хороший. Интерес к этим двум видам спорта есть, потому что это приоритетные виды спорта у нас в республике. И чемпионы республики, и призеры есть. Вот сейчас получили мы несколько путевок на игры Мончары, которые летом пройдут. Юноши и взрослые тоже, благодаря работе наших тренеров, конечно же. Сегодня все силы спортсменов сосредоточены на играх Мончары. В этом году пройдет юбилейная 20-я спартакяда по национальным видам спорта. Путевки на участие в Якутской олимпиаде получены, мирнинская команда укомплектована. Подготовка идет 100%. Ребята готовы, боевые настроения у них, все готовы. Попробовать свои силы наравне с именитыми якутскими спортсменами на играх Мончары могут не все. В начале года по всем видам спорта проводятся отборочные соревнования. Только 16 лучших спортсменов в каждой дисциплине получают путевку на спартакяду. Отборочные все прошли. По юношам мы получили три путевки, по взрослым две путевки на игры Мончары получили. Ну и спорткомитет наш район оставит задачу перед детской спортивной школой подготовку всех наших ведущих спортсменов, кто едет на Мончары, именно на нашей базе. Мы все это делаем, готовимся, я думаю, результат покажут наши спортсмены. Игры Мончары соберут самых сильных, быстрых, точных и ловких спортсменов Якутии. Они пройдут в июле в Верхней Вилюзке. Анна Винокурова, Тимур Ширижик, телеканал «Алмазный край». В этом году национальные виды спорта вошли в программу спартакиада трудовых коллективов и поселений Ленского района. Началась спартакиада масс-рестлингом, третьим видом стала борьба Хабсагай. В соревнованиях приняли участие борцы из шести организаций и одного поселения. Как всегда, среди активных сотрудники ленских подразделений акционерной компании «Алроса», Ленского производственного управления магистральных газопроводов, транснефти, отряда МЧС. Не пропускают этапы спартакиада и студенты технологического техникума. Весовой категории до 80 кг первое место занял Иван Сидоров, весовой свыше 80 кг лидировал Анатолий Бутко. В общекомандном зачете первое место заняла команда МЧС, второе место – Ленское управление магистральных газопроводов. Замкнули тройку лидеров представители транснефти. В зачет спартакиада вошли уже четыре вида. Соперничество трудовых коллективов продолжается. Стать участниками международных игр «Дети Азии» в 2020 году мечтают юные айхальские спортсменки. Вика Кулеш и Гузина Абделлакова, подающие надежды дзюдоистки. Спортом занимаются совсем недавно, однако уже победители и призеры соревнований различного уровня. О чем еще мечтают юные спортсменки и есть ли у них кумиры, расскажет Оксана Мизинцева. Виктории Кулеш 11 лет. Дзюдо занимается полгода. Однако юная спортсменка уже призер районных и республиканских соревнований. В спортзал привел папа. Выбор стоял между каратэ и дзюдо. Сегодня Вика со смехом вспоминает первую тренировку. Сложно было. Мне один мальчик подсказывал все. Мы делали подножки, я даже это сначала не поняла. Но потом я все уяснила. В спортзал юная дзюдоистка ходит с удовольствием. Не пропускает ни одной тренировки. Смотрит спортивный канал и мечтает победить многих мальчишек. Главное достижение маленькой Вики – это победа на республиканском турнире «Славутич». Боевому духу Виктории может позавидовать каждый. Было тяжело, конечно, бороться. Но я преодолела все усилия и смогла победить. Я хочу дальше соревноваться, побеждать. И даже если я проиграю, я не буду отчаиваться. Потому что, чтобы выигрывать, нужно и уметь проиграть. Гульзина Абрилакова дзюдо занимается год. В спортзал пришла вместе с братом. Усердная Гульзина тренируется постоянно. Дома приемы отрабатывает на папе, в зале борется с ребятами. Юная спортсменка – участница разных соревнований. В копилке девять медалей. Есть у Гульзины и свой кумир. У меня кумир Кога. Он гений дзюдо и самый лучший. Он пять лет занимался без партнера. Когда он вырос, он уже стал чемпионом мира. Тренирует юных дзюдоисток Степан Кельзин. Преподаватель высшей категории. 17 лет работает с детьми. Каждой спортсменке у тренера особый подход. Секрет успеха прост. Физическая подготовка дзюдоисток и самое главное – желание девчонок. С этого года у меня больше девчонок я набрал и стал вплотную заниматься. Вот желание, даже вот есть девчонки, они превосходят мальчишек. Вот это смелость, даже можно сказать, решительность. Не все девчонки, понимаете, это вот единицы вот такие волевые. Поддерживают юных спортсменок и родители. С нетерпением ждут соревнований, радуются вместе с девчонками новым победам и достижениям. В свободное время вместе смотрят спортивные каналы, болеют за кумиров. Она занимается хорошо, на тренировки ходит. У нее появилось какое-то стремление что-то добиться. Хотя у нас она и всегда была такой целеустремленной. 14 медалей разного достоинства на двоих. Успехи у Вики и Гульзины не только в спорте. Хватает времени и на учебу. В школе учатся хорошо, участвуют в общественной жизни класса. Однако спорт все же на первом месте. Сегодня Вика Кулеш и Гульзина Абделлакова могут похвастаться пока несколькими медалями разного достоинства. Однако тренер юных спортсменок уверен, шансы на медали есть. И уже через несколько лет девчонки обязательно о себе заявят. И счет медалям пойдет на десятки. Сегодня юные дзюдоистки отрабатывают приемы в спортзале, улучшают свою физическую подготовку, впереди соревнования. Главная мечта юных айхальских спортсменок стать участниками международных игр «Дети Азии». Соревнования пройдут в Монголии в 2020 году. Оксана Мизинцева, Нары Ясивцева, Александр Дамантович, телеканал «Алмазный край». И на сегодня о спорте все. Я с вами прощаюсь. Увидимся на канале «Алмазный край». «Алмазный край» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова